Я делаю это каждый день, минимум по два часа. Спасибо таблеткам. Путин рассказывает, что ежедневно находит время на два-два с половиной часа заниматься спортом. Чуть побольше бывает. Потому что там зал, бассейн. Зал и бассейн. А вы меня извините. Каждый день два с половиной часа. Ну, я в своем возрасте не выдержу, откровенно говоря. Хотя я спортом занимался, понимаю, что это такое. Что такое про заниматься активно полтора часа, а два-два с половиной в его возрасте. Параллельно тоже заметил интересную вещь. Попрошу наших режиссеров включить картинку. Вот журналист, который обычно берет у Путина интервью, оказался вот в маске. В этом же видео этот журналист с Песковым параллельно общается без маски. Очевидно, что, конечно, через Пескова не передастся вот то, что сейчас есть у этого журналиста. Но, очевидно, что-то есть. Или Песков на тяжелых, так сказать, антибиотиках сидит. Ну, в общем, я к чему. На деле намордник на человека. И чего ж боится? Может быть, боится вот этой новой болезни Икс, которая смертоноснее ковида в 20 раз. А может, ковида боится. Но, тем не менее, знаете, натянули на него что-то маску. Я не думаю, что если бы этот журналист болел, его бы вообще на пушечный выстрел подпустили, хоть в противогазе. А тут вот все-таки нацепили. Какой-то страх появился или возобновился. Давайте разбираться по порядку. Значит, сначала его заявление по поводу занятий спортом. Ну, он заявить языком может молочь что угодно. Мели Емеля, там, как это там, значит, пошла неделя, что-то в этом роде, какая-то поговорка русская, я же ее не помню дословно. Потому что это он сказал. Потому что раньше он нам ничего не говорил про спорт. Просто делали репортаж, где Путин был в бассейне, где он там плавал, где он катался на горных лыжах, где он был в зале и там качался с Медведевым, не Медведевым и так далее. А сейчас почему-то нам не показывают Путина, который занимается спортом. Просто он нам рассказывает сам. А я вам могу сказать, что я занимаюсь там по 6 часов каждый день спортом. А вы мне можете сказать, а вы по 8 часов занимаетесь. И всю ночь вы занимаетесь спортом. Так что то, что он сам нам рассказал, это нас не убеждает. Потому что мы знаем старую уже поговорку российскую, что если вы видите, что у Путина двигаются губы, это значит, что он в этот момент вам уже врет. Это с одной стороны. С другой стороны, опять же, вы же сказали, что вы спортом занимались. А 2 часа в бассейне можно не спортом заниматься, не плавать, а купаться. А купаться и плавать – это две большие разницы. То есть сидеть в спа 2,5 часа и проплыть за 2,5 часа, я не знаю, 5 километров, или 6 километров, или 8 километров – это две большие-большие разницы. Сидит в джакузи и думает о России. В джакузи сидит, думает о России, сердце болит. Да-да, сердце болит, задница у него болит, извините меня за выражение. Столько он сидит в джакузи. Он, кстати, вам сказал в ответ на вопрос, почему он так хорошо выглядит и почему он спортом занимается. Он говорит, а я вообще не напрягаюсь. Я 25 лет ничего не делаю, я не напрягаюсь. Поэтому очень хорошо выгляжу. И вот его кредо, кстати, не напрягаться абсолютно. Дальше по поводу маски его журналистов. Вы знаете, я прочитал совсем недавно, это было несколько дней тому назад, что на самом деле в России, в мире идет новая волна ковида. Правда, ковид теперь не страшная болезнь. То есть у многих это происходит даже бессимптомно. Это я вам подтверждаю по Франции. У меня несколько людей переболело. Это теперь даже типа как грипп происходит. Даже многие люди уже и к врачу не обращаются. Но из всех новых случаев заражения ковида по всему миру половина приходится на Российскую Федерацию. То есть на самом деле там идет очень большая волна ковида. И по этому поводу обратили вы внимание, что несколько последних публичных встреч с Путиным там тоже народ сидел в намордниках. И даже этого любимого, значит, путинского журналиста Павла Корчагина, как его там Павла, не помню чего там, РТЭшного, его видели, видите ли, обномордели, потому что он так к Путину подходит близко. То есть я понимаю, что Песков вообще с Путиным не общается, иначе как по телефону. И поэтому Песков может с ним разговаривать без маски. А вот журналист, который к нему приходит и засовывает ему микрофон в рот, вот ему надо, значит, иметь маску, потому что Путин боится. То есть в этом смысле у этого есть абсолютно реальное объяснение. Действительно идет возобновление пандемии. Ну а болезнь Х у Путина на самом деле... Нас волнует не болезнь Х, которая потенциально еще может убить половину человечества, а нас волнует реальная болезнь в голове у Путина, потому что человек, который затевает такую войну и приводит, в общем, очень богатую страну и очень большую страну к нищете и к загниванию, у него, прежде всего, больна голова. И в этом смысле он представляет опасность для мира. Путин ломал стулья, кричал на шайгу и требовал разбомбить Киев. Именно с этой российской, так сказать, утешалки я хотел бы с вами начать разговор, потому что некоторые российские паблики пишут именно это своим подписчикам, в принципе, выдавая уровень их развития. Но все же, вся эта новость, она касается подбитого самолета А-10 Ил-22. Очень-очень нелицеприятное для России событие в контексте выборов, которые вот-вот относительно вот-вот будут. И, конечно же, в контексте тех событий, которые происходят. Мы подробно поговорим о замерзании, но вот пока что хотелось бы начать вот с этих событий. И, конечно же, о том, что Путин, точнее Песков, очень начал так дистанцироваться от этого всего. Сказал, что комментируют Минобороны. Мы как бы не комментируем. Дистанцируются, очень не хотят быть рядом с неудачами. Ну, Песков вообще не хочет быть рядом ни с чем. Непонятно, зачем ему деньги платят, да, потому что, в принципе, он пресс-секретарь президента и должен отвечать на все вопросы, связанные с работой президента. А он все время говорит, это я не комментирую, это не ко мне, это министр обороны, это министр иностранных дел, это к НАТО, это к Джо Байдену, это к Сидиньпиню. И получается, что он получает деньги ни за что. Но здесь, конечно, мы знаем, что Путин очень остро реагирует на яркие провалы. Потому что я вам напомню, что с сентября месяца практически прошлого года каждый день украинские вооруженные силы уничтожают в среднем от 800 до 1000 человек в день на фронте. Это, значит, два или два с половиной батальона вооруженных сил Российской Федерации. На это Путин не реагирует совсем никак, то есть это его не волнует абсолютно. То есть где-то там местные штурмы каждый день идут, это его не касается. Его касаются только громкие провалы. То есть вот тогда, когда вы уничтожили большой десантный корабль в Феодосии, вот это его задело. Значит, Керченский мост 8 октября 1922 года, это его задело. Кстати, беспилотники по Кремлю почему-то его не задело. Ну, там задело только флаг в Кремле. А Путин самого не задело. Он, так сказать, судя по всему, даже, в общем, и не был дееспособен в то время, когда это происходило, а потом проснулся и над этим делом долго издевались 3 мая прошлого года. Но ответ, кстати, был, потому что ответ был через 24 часа. Первый раз Российская Федерация попыталась ударить по Киеву кинжалом, но вас спас патриот американский, который доказал, что на самом деле никакого кинжала не существует, такого неизбиваемого, что никакого кинжала гиперзвукового не существует. Это все пульсинские мультики. И там, кстати, присадили трех ученых, которые Путину продавали это дело как супероружие. Так что это вся известная штука. И на самом деле я вот тут разговаривал с вашими коллегами с другого канала, которым я напоминал, что вообще Путин эмоциональный человек. И это удивительная вещь, потому что он из себя изображает такого, с одной стороны, Джеймса Бонда, шпиона такого, и совершенно холодного, вот как Штиглес, который бровью не поведет и просто хладнокровно убьет агента Клауса, когда надо будет. А бровью не поведет и будет сидеть приемный у Гитлера, у Гиммлера, когда туда зайдет его начальник Шелленберг, несмотря на то, что у него письмо. И если бы Шелленберг сказал, дайте-ка мне это письмо, то все, и все это дело сразу бы накрылось медным тазом. Что на самом деле показывает, что вся эта история – это абсолютная дребедень, потому что настоящий шпион, если бы он шел к Гиммлеру, у него был бы какой-то прикрытый текст, официальный текст, который можно показать начальству, а тот самый секретный текст, который надо было показывать Гиммлеру, он у него был бы в кармане пиджака, которым он достал у него в кабинете. Но это так, по ходу, потому что я, кстати, в свое время написал статью, которая называлась «17 мгновений туфты». Но Путин, в общем, он скрывает свою эмоциональную зависимость, он скрывает свою лоббильность, он скрывает свою на самом деле беззащитность эмоциональную. И когда происходит какая-то вещь, которая его очень глубоко затрагивает, он способен на истерики абсолютные. И это даже описано было в книжке «Разговоры с Путиным о первом лице», та самая книжка, которая была призвана создать из него такой некий образ абсолютно великого разведчика. Но одновременно ему тогда американские консультанты и политтехнологи посоветовали, чтобы были какие-то человеческие черты. И вот, значит, в этой книжке, например, рассказывается, что когда его гомосексуальный партнер, которого он привел в секцию самбо и дзюдо, ему там сломали над татами позвоночник, то Путин упал, значит, на землю и катался там, как раненый зверь, выл на весь этот самый зал. И это описано в книжке. Ну, то есть, единственное, там не написано, что это его гомосексуальный партнер, но это мы понимаем, между строк прочитали. Вот, с другим гомосексуальным партнером в этой же книжке Путин сам описывает, что он, значит, когда учился в Краснодарненном институте, то ездил в Санкт-Петербург. Они гуляли там за ручку по улицам Санкт-Петербурга. Над ними кто-то стал смеяться, издеваться. И вместо того, чтобы заткнуться и думать о том, что через шесть месяцев Путин поедет в Бонн, значит, великим разведчиком под прикрытием боннской генетуры посольства, под прикрытием посольства Российского Советского Союза в Бонне, он полез в драку, ему сломали руку, несмотря на то, что он большой чемпион под дзюдо и по самбо. Вся эта бодяга закончилась приводом в милицию и телегой в Краснодарненный институт. И в Краснодарненном институте поэтому его не взяли в разведку. Ему сказали, что этот человек опасен для службы, потому что он способен принимать эмоциональные решения. И под воздействием эмоций он принимает решения, которые невыгодны ему самому и опасны для службы. И поэтому служба внешней разведки отказалась его брать в штатный в кадровый состав службы внешней разведки. И когда он три дня тому назад был в Чукотке, рассказывал, что он мечтал быть разведчиком и потом им встал, это он в очередной раз обманывал российских бедных, несчастных российских зрителей, которые кушают всю эту туфту. Но на самом деле в своих автобиографических воспоминаниях свои эмоции он рассказывает. И люди, которые его близко знают, знают, что он способен на взрывы эмоциональные, абсолютно запредельные. И что когда у него такое происходит, он себя абсолютно не контролирует. Другое дело, что все, зная, как он реагирует на такие вещи, ему перестали давно докладывать реальное состояние на фронте. Но шило в мешке не утаишь, и когда, значит, огромный самолет А-50, который стоит, по некоторым данным, от 300 миллионов до 500 миллионов долларов, в общем, когда его, так сказать, сбивают, то трудно скрыть эту историю, потому что ведь Кремль Путин устроил еще так, что все стучат друг на дружку. И, то есть, они хотели бы, может быть, даже скрыть от него это неприятное известие. Но поскольку это случилось в ведомстве Шойгу, то наверняка Золотов к нему прибежал и настучал, значит, Бортников прибежал и настучал, Нарышкин прибежал и настучал. Все, так сказать, друзья большие Шойгу, они все прибежали к Путину, настучали, что, значит, эти самые военные ничего не могут, все, значит, профукали, и вот очередной самолет. О понимании, протрезвении, если можно, общался с одним экспертом. Вот перед вами он вспоминал ситуацию в Башкортостане, где произошел многотысячный митинг в защиту активистов Эйля Алсынова. Акция протеста прошла в городе Баймак, где суд рассматривает уголовное дело против обвиняемого в разжигании межнациональной розди Алсынова. Ну, тут понятно, там очень большая тема, вся она сводится к тому, что опять система съедает человека. Но тут интересно следующее, что как бы вот тот спикер, с которым я говорю, он говорит, я работал в Башкортостане, там, чтобы людям вышли на митинг, им всегда было все равно. А тут вышли, а тут вышли, и в мороз вышли. Да еще на какой митинг? На политический. Вот как бы надежда тлеет, так сказать. Надежда на самом деле тлеет довольно серьезная, потому что накопилось просто очень много проблем. Накопилось за 24 года, Путин всем надоел, накопились проблемы, значит, накладываются проблемы одна на другую, цены на яйца, цены на курицу, цены на ЖКХ. Цены растут, а ЖКХ с каждым годом все хуже и хуже, и проблемы все хуже и хуже. Плюс наложилась проблема, что люди, которые раньше работали в ремонтных услугах всяких, их призвали в армию, они все ушли на фронт, и сейчас сменить вентиль, если вы сами не умеете это делать, то найти там женщине, какого-нибудь там человека, который ей заменит этот кран, просто физически довольно тяжело. Плюс во всех маленьких республиках, я тоже уже беседовал на эту тему, говорил, что во всех маленьких республиках на самом деле гораздо шире горизонтальная демократия. Это связь между людей и солидарность между людьми. Потому что, кстати, вещи против призывов, таких массовых призывов из сел в Дагестане, мы видели, когда выходили тоже антивоенные митинги, женщины выходили, говорили, мы не отдадим своих мужей, мы не отдадим своих сыновей. Их пытались там разгонять, и это не очень получалось у местных властей. И потом просто их задаривали деньгами и пытались задобрить какими-то подачками из центра. Но вот это накопление проблем в маленьких республиках, оно на самом деле идет гораздо большими темпами, чем в больших агломерациях, потому что они же ведь и являются большими жертвами внутренними Путина внутри Российской Федерации, потому что оттуда идут в основном люди на войну. Оттуда идет мобилизация, оттуда идут добровольцы. Их не берут из Москвы, из Питера. Их берут вот из этих маленьких республик, и таким образом там жуткие потери, вот там на 10 тысяч человек забирают там, по-моему, 900, допустим, из какой-нибудь там Тувы, то же самое, из того же самого Шойгу, а из Москвы, там, дай бог, 50 или 100 человек. И в этом смысле этот потенциал растет на самом деле. Этот потенциал еще обуславливается тем, что в этих республиках, вы знаете, еще в советское время было такое увлечение, и говорили, что вот они, у них немножко специфическая своя демократия, потому что вот у них еще есть сходы такие публичные, вот такой типа Веча, который был там, допустим, в Скове, в Древнем Новгороде, в Древнем Киеве. И вот это в центральной части такой славянской не осталось, этой демократии, а вот в маленьких республиках это осталось. Там есть какие-то сходы, там, родовые, племенные, там, и так далее, там, деревни. Ну вот, когда не в здании где-то собираются, а вот могут собраться просто на открытом воздухе, там, несколько человек, и голосуют просто поднять всем руки. И вот на самом деле заигрывание с этой родоплеменной демократии, оно теперь оборачивается против Путина, потому что разгонять-то это нельзя, потому что это показывалось как достижение, что вот видите, у нас разные, значит, культурные ценности, традиции народности, входящих в Российскую Федерацию, плюс он же тут нам рассказывал какие-то важные вещи, и Патрушев нам рассказывал, что вот большой-большой российский народ, и даже русский народ, с которым вписано много малых народностей, и если сейчас они начнут их, значит, разгонять дубинками, то это все будет выглядеть очень плохо во время предвыборной кампании, с одной стороны, и с другой стороны, вообще никого сейчас дубинками разгонять нельзя, потому что все их родственники находятся с автоматами Калашникова на фронте, и не дай бог, они увидят, как там кого-то разгоняют дубинками, могут просто как Пригожин сняться с фронта, с танком, со своим автоматом, и поехать выяснять отношения. Поэтому, кстати, вот историю, допустим, с женами мобилизованных, вы знаете, сейчас пытаются разрулить провокациями такими обратными, когда запустили государственных жен, так сказать, мобилизованных, которые говорят, да все не так уж, и все и плохо, и все, вот мы там решаем вопросы, армейское руководство говорит на фронте, что вот, а у нас есть такие декабристские, но в обратную сторону, то есть декабристские ехали в Сибирь, а наши нынешние декабристские едут в Луганщину и в Донечку, ну прям чуть ли там не в тыл, где воюют их мужья, и поэтому этих мужей нельзя отпустить типа в отпуск, потому что это слишком долго и довольно редко делается, но вот в увольнительную они могут сходить, потому что там ровно прямо к ним вот чуть не на передовую приехали и могут находиться вместе с ними, то есть видите, есть попытка на самом деле задобрить или изменить повестку дня, но ни в коем случае не разгонять их дубинкой, потому что они понимают, что это может закончиться очень плохо для Путина, тем более, что ведь еще сейчас идет, мы понимаем, что конечно никаких выборов нет, что никаких, так сказать, компаний, никакой предвыборной нет, но формально она существует и формально есть допустим время, которое должно выделяться всем кандидатам зарегистрированным на телевидении, в средствах массовой информации и у людей на самом деле там ездят какие-то агитаторы, которые собирают собрания, я не знаю, людей, которые поддерживают, не поддерживают, Путин делает вот эту поездку, начал поездку на Дальнем Востоке, где он тоже пытается что-то там рассказать, значит, вынули из комода его дочку, которая пыталась тоже про папу рассказать и про себя, так сказать, показать, что в общем Путин не такой уж и бобыль, но хотя почему-то у них не срослось вместе, почему-то они все-таки не соединились вместе, и она дает отдельное интервью, а он дает отдельное интервью, вот, и кстати, она выглядит в этих интервью очень блекло, такая блеклая моль, так же, как и папа, но говорит немножко получше, чем папа, потому что она помоложе, вот, но на самом деле ведь во время кампании предвыборной нельзя заткнуть людям рот, потому что все-таки есть какие-то официальные мероприятия, которые надо показывать по телевизору, и надо показывать, что вот идет кампания, вот, но тем не менее мы смотрим, посмотрите, значит, у этой самой кандидатки, руналистки, которые отказали в праве зарегистрироваться, я уж даже не помню, как ее там, да, Дунцова, Дунцова, ее чуть-чуть в тюрьму не посадили за то, что она там наркоманка какая-то оказалась, да, она ехала на, значит, на собрание по организации своей партии, ее, значит, остановили, доставили в отделение полиции, стали брать у нее, значит, пробу крови, чтобы определить, нет ли у нее, потому что якобы она оказалась в том месте, где обычно собираются наркоманы и чего-то там между собой торгуют. Плюс есть уже отчет о нападении на начальницу штаба Бориса Надеждина, который там преследует какой-то там сталкер давно-давно, но тоже там, типа, значит, на нее напал. Вот, так что, в общем, на самом деле для Путина сейчас не самый, далеко не самый лучший момент. Сергей, большое спасибо. Как всегда, был рад с вами пообщаться, очень рад был вас видеть. Кстати, в этом году мы впервые, по-моему, общаемся и видимся, поэтому я желаю, чтобы этот год продуктивным для всех нас и наконец-то наступил этот долгожданный мир. Да, спасибо вам тоже, Владислав, и я с вами согласен, что самым большим подарком в этом году это будет черный вебедь в Кремле. Вот такой большой-большой-большой черный вебедь, можно даже двуглавый, чтобы он там вот спустился на Кремль и наконец-то решил раз и навсегда все вопросы со всеми башнями Кремля. Предатели никогда в долгу и не побеждает. Ну, предупреждение. Удалось сбить два самолета, два очень важных самолета, как говорят у нас, это жирные цели. И Затканалы писали о том, что Путин, когда об этом узнал, он был в ярости, ломал стулья, кричал на Шойгу и просил бомбить Киев и отправлять спецназ на Харьков. Вот как вы думаете, какая могла быть реакция у Бункерного и вот расшатывают ли башни Кремля подобные ситуации? Исключительно расшатывают, категорически да. И вы знаете, они, в отличие от Пизанской, я думаю, так сильно накреняться не смогут. Я думаю, что это расшатывание приведет к успешному демонтажу башен и кремлевской власти. И, разумеется, к доставке Путина, в случае, если он выживет, на суд международный в ГААН. Таким образом, я бы хотела подчеркнуть, что для них, вероятно, то есть своему министру войны, я думаю, он, вспоминая их горбатую тайгу, прямо на обнаженный торс прикалывал и выкалывал эти прежде данные ордена и медали. мне кажется, он просто-таки занимался какой-то магией вуду в этот момент и, наверное, был бы готов его сожрать живым, потому что мне что-то подсказывает, они ему развешивали густо лапшу, говоря о том, что это какие-то неуязвимые цели, а допомним нашим зрителям, что вот этих так называемых неуязвимых целей зовут эти цели шмель, то есть это считалочка, правда, не про 10, а про 9, а на 50. Вот их у них накопилось 9, и судя по периметру и часовым поясам, наверное, у каждого есть какая-то зона, которую он там себе облетал, ну, раньше, во всяком случае. суд, поскольку случилось действительно радостное событие, и не только был отправлен патрулировать, я бы так сказала, флагман флота крейсер Москву вот этот шмель, на борту у шмеля еще и, оказывается, была очень важная жирная пчела. Это такая фамилия у генерала который там целые какие-то огромные вот эти самые как это сказать раи контролировал. В общем, в итоге они пошли коллективно кормить там серы и, безусловно, тем самым, как мне кажется, обнажили еще одну вполне логичную и совершенно легитимную цель, а именно путинский самострой в Керченском проливе. Мне кажется, что он практически оголен. Более того, когда они будут ротировать вот эти оставшиеся восемь, они будут неизменно оголять что-нибудь еще. И таким образом голая вечеринка теперь будет в небе над террористическим консорциумом. вот там по-настоящему будут действительно какие-то интересные фрагменты, как мне кажется, этого обнажения. Вот что можно еще сказать по поводу реакции. Значит, рассказываю, что он в бешенстве ходил по своему этому, бегал, сучил ножками по своему кабинету. Я бы вам коротко хотела рассказать о том, как впервые Путин попал в этот кабинет, а он попал туда после Ельцина. А Ельцин был такой дородный весьма. И вот там под его эти какие-то там метр девяносто было, соответственно, все и устроено. И мебель была такая, что Путин практически еле-еле мог заглянуть, что там на этом самом письменном столе. Находится и в прыжке, вот разве что забраться на какой-нибудь из стульев. Когда он понял, насколько все плохо для него и насколько он там выглядит, так скажем, неубедительно, зашел он при том с журналистами сразу, он был, так сказать, тише тени свои, он там что-то такое шептал невнятное, между прочим, кадром есть до сих пор в Ютубе. Это любопытнейшее зрелище, но он сделал один вывод, что надо срочно подпилить эту мебель, чтобы не было так очевидно, что он под этот стол буквально ходит пешком. Ну вот, они подпилили значит эти стулья, подпилили стол, сделали все под его домик для Барби кровавый. Вот домик для кровавой Барби собственно говоря, охранялся уже от дальнейших визитов туда в Хельсино, потому что он очень боялся кампуза, который бы вышел, если бы дородный Ельцин зашел в этот кабинет, который вдруг стал в полтора раза меньше, и понял, что вот в этом детском домике ему уже не присесть ни на одно кресло. Ну, в общем, вот этот самый стул, я думаю, он бросал через бедро, ему это свойственно, он любит демонстрировать свои навыки дзюдо, но в его случае это уже дзюдо, после. Поэтому, в общем, наверное, наверное, это только начало такого, как бы вам сказать, парада, парада благодатного огня, который будет последовательно сходить на многие легитимные цели, и это неизбежно расшатает не только путинский трон, но и действительно все имеющиеся в Кремле важны. Ну вот, этот благодатный огонь, он уже восходит во многих регионах России, там горят и взрываются то железные дороги, то нефтебазы, то склады, и как не в Белгород, например, что-то прилетит, или они обстреляют свои ПВО, то может бомба случайно упасть, например, как в Воронеже, или что-то подобное прилетает в Курске. Вот, смотря на все это, россияне понимают, что война переходит на их территорию? Я думаю, что для России часть вот этих, как бы вам сказать, территорий, вот, Белгород, Белгородская область в частности, которые, кстати сказать, до 28-го года это же были украинские территории, они вообще рассматриваются как что угодно, как буферная, как какая-нибудь зона, где, которую можно вообще заминировать в теории, то, что на них сваливаются ракеты и бомбы, которые они в силу амортизации и в силу того, что у них вообще с точностью всегда было плохо, а теперь они еще позаимствовали еще менее точных северокорейских снарядов и ракет, но очевидно, что просто там же оно и падает, и, соответственно, как вам сказать, готовы они были, не готовы, осознают или нет, но на голову их собственные ракеты им стали сваливаться регулярно, и поэтому тут можно только сказать, что посеявший ветер пожнет бурю, но я бы думаю, надо поговорить нам с вами и коротко вот о чем, у них общая амортизация, не только ракет, не только каких-то там производств, не только заводов и всего того советского наследия, которое они совершенно не хотели менять, они хотели высасывать из этого всего максимально, не вкладывая ничего, но точно так же у них происходит амортизация всего жилищно-коммунального хозяйства. И я вот думаю, что то явление, которое сейчас охватывает и постепенно оно будет расширяться, причем ничего никто не сможет с этим сделать, это вот такой коллапс всей ЖКХ, началось это все с прорывов труб разнообразных, которые не выдерживают перепады температур, то есть, наверное, можно сказать, что у них начался холодомор. Вот холодомор, который будет длиться, естественно, всю зиму, является определенно бумерангом за, конечно, их желание заморозить весь остальной мир, Европу и Украину, о чем они открыто заявляли в прошлом году зимой, но вот теперь бумеранг к ним прилетел и генерал холод или генерал мороз является для Путина тоже таким, как бы вам сказать, непобедимым генералом. Вот этот генерал мороз вступил в свои права и, я думаю, только начал свою деятельность, которая будет расширяться. Природа тоже как-то, знаете, любопытно помогает цивилизованному миру и как-то держится там холода и ровно, причем, что любопытно, по границе вот этого террористического консорциума там гораздо холоднее, чем дальше. Ну и тут надо сказать, что это касается ведь не только труб, которые они же, меняя, всегда, как бы вам сказать, всегда занимались осваиванием бюджетов, то есть они мнимо их якобы заменяли, это уже длится давным-давно, поэтому у каждого этого, даже поменяной этой трубы давно вышел срок годности со старой на ветхую или со светхой на старую, но в любом случае это всегда какие-то бывшие в употреблении, например, грандиозный был скандал, когда компания Ротенбергов меняла что-то вот из этих трупов в Санкт-Петербурге уже при Бегловии, там выяснились какие-то колоссальные хищения и, соответственно, замена уже то есть старого на ветхое, ну и я думаю, это же тоже касается всего оборудования подъездов, лифты, то же самое, они все давно уже амортизированы, поменены, соответственно, с большими нарушениями или не поменены вовсе, поэтому вся эксплуатация всего того, что находится в этих жутких подъездах, я же, я, конечно, понимаю, что многие россияне считают, что кто-то извне им эти подъезды изгадил, пробрался во все их, так сказать, захолустья и там вот испортил им эту самую жизнь, но по факту происходит следующее, ничего из этого для них, это было всегда неподъемным, а теперь начинается необратимый коллапс этой системы всей жилищно-коммунальной и это будет продолжаться, раз это уже коснулось Подмосковья, то думаю, что многое из того, что происходит в других регионах просто освещается гораздо меньше и мы меньше узнаем, но убеждена, что это происходит ничуть не менее устрашающе для, во всяком случае, тех жителей, которые там находятся и вот им самое время задуматься, кто же их настоящий враг в таком случае, кто же 25 лет у власти доводит при выгодной нефтяной конъюнктуре ситуацию до того, что у них просто разваливается всё, как сказать, даже без в общем-то внешнего для этого какого-то особого фактора или давления. А если, или вернее, когда появится ещё и мощный такой внешний фактор, а он, безусловно, появится и уже появился, то, мне кажется, это придёт в разнос ещё быстрее. В какой-то степени, даже вот тот поход Пригожина был показателен, в какой-то степени совершенно никто не выйдет защищать путинскую систему, то есть никто вообще. Если шутили на тему того, что почти никто не вышел или никто не вышел, когда разваливался Советский Союз, но это просто не вышли. А я вот думаю, что тут будет ещё и много помощников, чтобы развалить эту путинскую систему, которая обворовала народ российский до такой степени, что он, в общем-то, если был раньше бедным, то теперь становится нищим. У них разваливаются подъезды, у них ломаются лифты, у них лопаются трубы, у них минусовая температура в квартирах. Это же касается производств. Попропадают с прилавков товары, причём они стараются теперь запасить себе впрок. Представьте себе, когда они пытаются купить исчезающую курицу, давайте назовём её полковник курица и генерал Мороз, вот эти двое тоже свою какую-то лепту вносят. Представьте себе, когда они пытаются уже убедившись в том, что яйца могут пропасть, закупить курицы побольше, там, где ещё могут её купить, а холодильники тоже перестают работать, так как перестаёт работать всё электричество. Дальше у них планируется веерное включение этих самых районов, потому что аварии, которые происходят, они вынуждают их, вот, казалось бы, страна, которая вроде как ресурсами обладает, вроде как торгуют газом, до сих пор не провела газ в треть своих собственных регионов. Меглов, который комментирует какой-то нонсенс про какие-то туалеты, вот мне интересно, видел ли он неудобства во дворе своих собственных граждан, у которых тоже у 30% неудобства во дворе, и я сомневаюсь, что там стоит табличка с гендерными указаниями, касается этого грибная яма в полу мужчин или женщин. Вот мне что-то кажется, что там не соблюдаются эти принципы Беглова, я бы про него теперь сказала, что он, знаете, раньше говорили «зет-патриот», а я думаю, он «клозет-патриот». Вот у Беглова тоже ситуация страшная с его этим хозяйством, там тоже всё прорывается, тоже всё валится, и этот коллапс, он, в общем-то, наверное, как бы вам сказать, он был и так неизбежен, но теперь, поскольку деньги все идут на преступную путинскую войну, то и латать дыры вовсе стало веками, поэтому коллапс ускорит, и коллапс уже начался. Но Путин же в каждом своём выступлении обещал россиянам прорыв, вот прорыв и случился, но только пока труп. Нам необходим настоящий прорыв. Замерзаем, замерзаем, прорыв, прорыв, прорыв. Дочь Путина, которую сейчас показывают на экране, Мария Воронцова дала большое интервью, и это интервью вызвало действительно возмущение многих западных СМИ. Его оценили как странное, возмутительное и даже шокирующее. Воронцова называет Россию, цитирую, «человекоцентричным государством» и сказала, что для нас, тоже цитирую, «высшей ценностью всё-таки является ценность человеческой жизни». При этом она ни слова не вспомнила о войне России против Украины, которую развязал её отец, но и вообще она о Путине ничего не сказала. А вот как вы думаете, с чем связано её публичное появление? Дело в том, что они всё время преподносят какие-то шокирующие кадры, разнообразные. И по какой причине именно что-то достаёт Алексей Громов из рукава или какую куклу-перчатку надевает из своих пропагандистов и что ещё он сделает для того, чтобы отвлечь от самых, что ни на есть насущных событий, поэми там является, конечно, период. Вот уже этот, так скажем, отсчёт пошёл ещё буквально двух с половиной месяцев до вожделенного путинского переназначения. При том, что Путин крайне непопопулярен. Я даже не ожидала что-то такой степени, потому что, ну, вы понимаете, живя в Украине и два года с момента полномасштабного вторжения этой агрессии, пытаясь там до кого-то достучаться, объяснить, ну, были, знаете, сначала такие ощущения, может, кто не знает, что делает кремлёвская власть, ну, особенно первые недели. Но потом происходит какой-то, знаете, переоценка всего этого, и ввиду какой-то брезгливости перестаёшь вообще разделять их на цвета, скажем так, и категории. Ну, Алексей Лушников, с которым я веду еженедельную программу «Ночной обзор», делает зато опросы общественного мнения, замеряет это всё, и там у него принимают в Телеграм-канале участие 100 тысяч человек и больше, то есть это всё-таки репрезентатив. И вы знаете, все опросы, я сейчас не буду даже их уже цитировать, чтобы время не тратить, но суть в том, что, во-первых, 77% сказали, что счастливым днём их жизни будет, когда Путин в варианте, когда он предлагал очень много разных фамилий, если бы вдруг прошли выборы, на самом деле, зарегистрировались бы все популярные политики, включая Галкина, Навального, многих, то за кого бы проголосовали, за Путина отдали вот там в этом вопросе свои голоса 1%. В итоге во второй тур вышел Алексей Навальный и Евгений Ройзман, и Евгений Ройзман победил в два раза, набрав 66 или даже больше процентов. То есть это для того, чтобы было понимание у наших зрителей, какая сложная стоит задача перед администрацией, скажем так, президента и вторым управлением ФСБ, когда они дают задание губернаторам, что надо нарисовать, откуда ни возьмись Путину, несуществующие проценты поддержки, а хотят они, конечно же, ну что-то в районе 90. А допустим, хорошо, бюджетники, допустим, какие-то сумасшедшие бабки, ещё какие-то там, ну, этот сегмент отсталых каких-то совсем людей, ну, допустим, это не один, как в вопросе у Лушникова, предположим, 20. Это так вот, знаете, вот это максимум. Но даже если 20, это всё равно никак не 90. Поэтому как они собираются дорисовывать? 70% сейчас, колосс качается на этих глиняных ногах, на странице, на лжи, на вот этих репрессиях, он качается, как никогда. То есть он, в принципе, приходит в разнос практически от каждого дуновения. И вот теперь почему они что-то конкретно вытаскивают из рукава? Ну, значит, всех там, наверное, или как им кажется, интересуют вот эти женщины, как называет Путин своих старших дочерей. Эти женщины по какой-то неизвестной никому причине носили фамилии вымышленные. Ну, предположим, одна Тихонова, потому что, наверное, страшно нравился Путину в фильм, где так гларифицировался чекист вот там, соответственно, Штирлиц играл артист по фамилии Тихонов. Предположим, это причина. Почему у Воронцовой фамилия Воронцова? Вот я тут сделала предположение, мне так вот кажется вполне возможным, что дело в том, что в период её появления на свет у Путина был разгар страстных отношений с вилучистом Ралдугином. Даже в воспоминаниях Шкребневой Путина Очередной вот у мамы этой этой женщины значится, что пока она уже была на снастях и ждала его в одиночестве, он в это время ходил по заснеженному Ленинграду с Ралдугиным всё тем же, причём поговаривают под ручку, вступался значит за него в какие-то драки. И я подумала уж не переулками или подворотнями вокруг Воронцовского дворца там они хаживали. Может быть у них есть какие-то особые воспоминания связанные с этим Воронцовским дворцом, дворцом, в котором размещено было Суворовское училище. Вот мне кажется, что это какие-то такие знаете островки его жгучей страсти в заснеженном городе и поэтому также был такой слух, кстати, поскольку они очень сильно отличаются внешне, была такая ну как вам сказать гипотеза, что дескать вот эта старшая появилась на свет не без старания самого Ралдугина и что он не только крёстный, но и самый натуральный её отец. Потому что в то время пока не столь округлилась Шкребнева и они ещё видимо на пару её пощипывали, о чём она тоже чистосердечно рассказывает в этих воспоминаниях, особенно после единственной рюмки водки, когда Путин становился отъявленным садистом и экспериментировал даже непосредственно на ней. Ну вот, всё-таки на свет появилась эта женщина и сразу же собственно и она и вторая помладше почему-то попали в поле легендирования. Кому он там был нужен? Это же всё только в его воспалённом воображении. Ну за каким-то клубом в Дрездене или ещё какая-то там нехитрая работёнка. Кстати, его и вербовали между прочим успешно в штате. По интернету гуляет его фотография этой корочки, но это они объясняли всегда тем, что это якобы для удобства партнёрской организации, что здесь был так лучше, чтобы он мог быстрее проходить туда. Но на самом деле когда он в итоге вернулся из этой командировки, то все же знали, что он не просто завербован был, а был завербован он при каких-то таинственных обстоятельствах. И поговаривают, что эта медовая ловушка его расставленная была даже не с девушками, а вот с юношами. Ну в общем, Путин неоднократно вляпывался в такие вот медовые ловушки. В частности, в доме где угловом на Пушкинской, где Макдональдс в Москве, там тоже у них оборудована была квартира, где позднее Путин попытался снять с дамами легкого поведения человека, похожего на генерального прокурора. А все почему? Потому что у Александра Литвиненко мы читаем, что оказывается самого Путина там очередной раз засняли и снова-таки поговаривают не с девушками, а с юношами. Ну, в общем, эта страсть к Ралдугину видимо была основной, но все-таки бывали и какие-то периодические эпизодические увлечения. И вот все-таки появилась на свет эта женщина, вернее, даже осталось две, дали им псевдонимы. И вот казалось бы, он не такой уж великий какой-то там разведчик, чтобы нужно было всю семью хранить в стае, чтобы нужно было скрывать дочерей, давать им чужие какие-то фамилии, чтобы они жили под вымышленными какими-то биографиями, чтобы в их школе никто не знал, откуда они взялись, и кто они такие, и что они вообще сестры, и почему у двух сестер, собственно говоря, что ли, разные отцы, или как к этому надо было относиться. То есть это все сопровождало этих женщин всю жизнь. Потом, когда они вернулись из командировки, они, однако, не пошли в какую-нибудь районную школу, они пошли в школу при немецком посольстве, потому что доскрепный Путин все время тяготел куда-то на Запад, где жизнь, конечно, ему нравилась куда больше. Раньше он там и грюндиги получал, телевизоры, которые ему привозил террорист Дитмор Клоде, который, собственно говоря, тоже в своих достаточно откровенных интервью, ну, террорист, потому что он даже срок получил за это. Вот он рассказывал о том, как он был в свое время разочарован Путиным, когда понял, что он не настоящий, так сказать, борец за интернационал и пролетариат, а самый натуральный казнократ, который, как сказать, падок на компрадорскую буржуазию. Ну, в общем, как бы там ни было, Путин, когда этих вот девочек пристроил в школу при немецком посольстве, соответственно, видимо, уже планировал какую-то их дальнейшую жизнь, и да, действительно, он выдал замуж их тоже за иностранцем. То есть это же все, наверное, как бы проникает вот в это скрепное пространство, и как-то оно с другим не бьется. Ну, почему же тогда вот они все время замужем за иностранцами, живут за границей, одна и вовсе похитила из семьи, увела такого артиста-балета Игоря Зеленского, вот этого Тихонова, и с ним, значит, тихушничала в баварской национальной опере, к большому сожалению. Мне это даже очень больно говорить, потому что моя любимая Бавария, к сожалению, была, вот можно сказать, с сценической оперно-балетной точки зрения, вот оккупирована просто непосредственно родственниками Путина, и вот представьте себе, он долгое время там работал в этом баварском театре, возглавлял балетную труппу, поговаривают дело все в том, что она тоже хоть так и увлекалась этим акробатическим русинролом, однако, ну, и у этого вроде бы как артиста-балета тоже просматривались, ну, видимо, у нее это, так сказать, привычный вывих, как в травматологии, если отцу было можно, то почему бы мужу должно быть нельзя, тоже просматривались какие-то горячие взгляды на юношу. В общем, эти скрепные, значит, семьи, вот такие вот, которые живут за границей, выходят замуж за иностранцев и так далее, наверное, их пора уже было какой-то продемонстрировать вот этому зрителю, но эффект оказался прямо положенным, потому что которые вот эти девочки, эти женщины росли в такой странной обстановке, производят не менее странное впечатление, то есть противоестественно в них абсолютно все. И оговорки, которые они периодически пропускают, тоже оставляют неприятное ощущение, даже, так сказать, леденящие. В частности, она, например, рассказала, что руководству принципом генной инженерии некоторых детей не стоит изучинать. О как! То есть, мне кажется, когда она вот это все высказывала, то какой-нибудь нацистский профессор Менгеле, наверное, просто позавидовал ее прыти. И, ну, может быть, она, конечно, так сказать, кто-то увидел в этом, что ее собственному папаше или ей бы не появится. Но, так сказать, слово не воробей, что сказала, то сказала. Все, наверное, ахнули. И это еще не все. Второй момент был в ее рассказе о сути организованных нею исследований. Значит, то ли оговорилась, то ли проговорилась, но сказала, что, значит, в случае некоторых патологий костной ткани у представителей определенных этнических групп раковые клетки не активизируются в обстоятельствах, в которых они включаются у представителей других этнических групп. Из этого может, наверное, следовать вывод, что определенная группа специалистов во главе с эпидурьей и маршей ищет для деда узурпатора некую формулу и комбинацию геномной терапии для приостановки ракового разложения его костных тканей и продления жизни в этом микроорганизме. Значит, некоторые подумали, что, может быть, он таким образом преподносит или, допустим, администрация уже какую-то там династию вот этих узурпаторов. Уж не претендует ли она на престол? Но тут, я думаю, это сильно преувеличено. Это невозможно по целому ряду причин. Собственно говоря, это интервью, которое снималось, смонтировалось, выбирая читатровать, что-то готовилось. И в любом случае даже такой искусственный продукт тяжелой выжимки все равно не дает абсолютно никаких результатов, кроме шокирующих. Но, тем не менее, это не помешало ей освоить бюджеты. За последнее время она достраивает новую Согазовскую клинику под Санкт-Петербургом якобы именно для лечения там вот тех болезней, которыми страдает Кремлевский старик. И вот на эти золотые пиявки Воронцовой подарили из бюджета уже более полутора миллиардов евро. Но, думаю, что когда будет подходить к завершению этот ее этап сказочного обогащения, ей могут предложить в новом правительстве постминистра здравоохранения или вице-премьера по социалке и медицине вместо мадам Арбидол-Голиковой. Но это такие планы, которые они там себе выстраивают и которые, как мне кажется, совершенно не соответствуют вообще действительности. Потому что я вот почему-то думаю при той адской непопулярности Путина и при складывающихся кумулятивных условиях что-то вот эти иды будут мартовские, вернее, этот март станет мартовскими идами для Путина. Ну и, конечно же, главную роль в этом играют успехи вооруженных сил Украины, которые вот за особенно последние, как мне кажется, несколько дней произвели и такое неизгладимое впечатление на этого кремлевского деда, что никакие пиявки, никакая генная терапия и даже инженерия, мне кажется, не выведет его из приближающегося просто тупора и паралича. Поговаривают, что если падают российские самолеты, то вскоре упадет и сам Путин. И мы, знаете, мы на это надеемся и благодарим вооруженные силы Украины. Мария, огромное вам спасибо за разговор. Вы, как всегда, очаровательны. Спасибо за то, что вы нашли для нас свое время. Слава Украине! Героям слава!